Сегодня у нас специальный гость, прекрасная Мария Владимировна Захарова, официальный представитель МИД России. Спасибо вам большое. Очень просто приятно всегда видеть у нас в студии, так как не первый раз, и вообще очень благодарна. Мы же тогда договаривались, обещали, что мы вернемся, мы вернулись. Но я вас поздравляю, у вас, я так понимаю, произошло расширение формата вашего обещания. Не то слово. Вы теперь вписались. Взрослые, да? Большие. У вас теперь, да, пустили на наш прям федеральный канал. А самое главное, нам пустили на федеральный канал, и при этом все равно по-прежнему разрешают... Безобранничать. ...проблемы. Да, 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 безобранничать. То есть не молчать, а говорить. Вот это, о чем мы сегодня хотим повезти. Самое главное, нам разрешают подключать зрителей, которые обязательно нам звоните, пишите. Чтобы кратить, мотив нам разрешают подключать зрителей. Зрители звонят и подключаются сами. Да, звоните нам, пишите. У нас появился телеграм-канал, который называется Народный фронт стрим. Подписывайтесь, пишите комментарии. И вот как Толя любит шутить, сейчас вы на экране видите QR-код, который надо перерисовать на руку. Или блокнотик, да. Да, обязательно пишите комментарии. Самое интересное, мы зачитаем в эфире. Да, я тоже дал анонс у себя в телеграм-канале. И буду рад, друзья, вашим вопросам к Марии Владимировне. И комментариям, собственно, про текущие политические, не знаю, обстановки ситуации. Давайте так пунктированно бросаем тему, которую мы хотим сегодня обсудить. Ну вот, самая такая, ну, она даже ее хочешь не хочешь, но она просто властно сама вторгается в жизнь, эта тема. Потому что вся пресса пишет, значит, все там ноют с разной интенсивностью, что вот, денег нет, оружия нет, все кончается. Маккарти сняли, значит, за сговоры с демократами, это спикер, представитель американский. Ну все. Упаднические настроения Украину, мол, теперь больше финансировать не будут. А что ждать, что же там за проклятая неизвестность? У нас есть предположение, что, так сказать, нет никакой проклятой неизвестности, все равно все будет. До какого уровня? Ну, это вот как раз вопрос, мы его и обсудим. Что еще? Ну тут, слушайте, я не могу просто, Мария Владимировна, не задать вопрос про Анну Лену Бербак, которая заявила, ну так бы, анонсировала создание Евросоюза от Лиссабона до, я планировал услышать привычное, до Владивостока, нет, до Луганска. Что такое вообще? Я даже не знаю, вроде я как бы пришла к вам как официальный представитель МИДа, как дипломат, а вы мне вопрос-то по медицине задаете, Анатолий. Меня извините. У меня нет соответствующего диплома. Пожалуй, 1-0 поздно, да, все. Хорошо. Понимаете, в чем дело? На самом деле, это не смешно, это действительно трагикомедия, но уже в большую сторону трагедии. Объясню, в чем дело. Это не отдельные цитаты малоадекватные, это не отдельные люди на Западе, которые позволяют себе не знать чего-то, это система. Это система привода через механизмы либеральных демократий на Западе людей к власти, которые, первое, не являются профессионалами. Почему они не должны быть профессионалами? Потому что любой профессионал, каким бы он ни обладал характером, набором свойств и качеств, он не может в себе заглушить голос профессионализма. Ну, вы понимаете, да, если врачу будут рассказывать, что сердце находится в пятках, как говорит народная молва иногда, оно туда уходит, человек скажет, нет, вы знаете, все-таки давайте вернемся в какие-то нормальные... В основном все-таки... Да, в основном, да, действительно. То есть человек, являющийся профессионалом, не сможет опуститься на тот уровень, который предполагает вот эту самую логику абсурда. Это раз. Во-вторых, привод к власти людей, которые никогда, это очень важно, не несли никакой ответственности за жизни людей. Да, ведь власть — это ответственность. Вы понимаете, человек может быть хорошим профессионалом, и всегда работать, так сказать, на стыке теории и практики, то есть нести ответственность за те слова и действия, которые он продвигает. Ну да. Да, то есть никто же ни в коем случае не ставит под сомнение демократию как институт. И политиков как жанр. Но любой политик, который приходит и который представляет свою программу, который дает определенные обещания, с него потом есть спрос. Вот западная либеральная демократия предполагает уже таких политиков, это вот второй пункт характеристики этой ситуации, когда люди, которые попадают на вершину, ну вот это просто действительно такая топ, так сказать, позиция, если вы говорите о министре иностранных дел ФРГ, которые никогда не несли ответственность перед избирателем, перед народом за то, что они говорят. Вот и все. Третий момент. Как правило, речь идет о просто дурном образовании. У нас же существует миф, который, так сказать, наращивается, что есть британская какая-то система образования, которая самая лучшая в мире. Это абсолютный миф, это неправда, абсолютно неправда, потому что мы видим, вот, кстати говоря, Анна Лена Бербук, это вот жертва британского образования, конечно. А, извините, Ли Страсс, министр иностранных дел Британии, вы же помните? Конечно помню. Которая салату проиграла. Которая вообще не понимала ничего, ладно, в международных делах, в своей внутренней британской поиске. А она что заканчивала? Она заканчивала те же самые британские учебные заведения. А зачем они это делают? А кто они? Кто вот эти могущественные они, которые ставят Анна Лен Бербук? Каких-то Элизабет Трасс? Это называется либеральная демократия. Это называется тот самый либерализм, который превратился в либеральную диктатуру. Вот все те, кто исповедуют эти взгляды на Западе, и пытались много лет инкорпорировать и вживить их в наше общество. Зачем они это делают? Потому что эти люди, о которых мы сказали, не профессионалы, не несущие и никогда не понимающие даже, что такое ответственность перед своими людьми, избирателями и так далее. Они легкоуправляемые. Все. Соответственно, через них проводится вот эта самая политика. А финальная цель какая? Вот они легкоуправляемые для того, чтобы что? Если мы говорим о Европейском Союзе, для того, чтобы полностью его встроить под Большого Брата. Под даже не Старшего Брата, потому что Старший Брат это совершенно другое. Это какие-то родственные связи. А Большой Брат значит не Биг Брата. Вот то, что... В антиутопическом смысле. Да, конечно, то есть структуру, я не знаю, там, глубинного государства в Вашингтоне, то есть утрата Европейским Союзом собственных полномочий, самостоятельности, независимости за счет постановки там подобных людей. Поэтому, Аналена Бербок, я напомню и вашим зрителям, нашим зрителям вашей огромнейшей аудитории, я напомню, она ведь буквально пару месяцев назад сказала, что если Россия совершит по вопросу Украины разворот на 360 градусов, вот тогда с нашей страной можно будет разговаривать. Так мы его совершили, получается. И совершаем, можем каждый день. Мы же не против, вы понимаете, мы только за. Вы понимаете, что мир замер. Мы все посчитали, что, наверное, будут какие-то, в данном случае, не опровержения нужные, а какие-то извинения, да, или просто корректировка, самоподнастройка. Ничего не последовало, она еще несколько раз это повторяла, видимо, гордится собой, я не знаю. Но это же человек тот же самый, который заявил, что между странами сотни тысяч километров. Я не знаю, может быть, уже на Луне, на Марсе есть какие-то страны. Это говорит о том, что все, что она говорит по Украине, по ситуации на европейском континенте, и в мире в целом, оценивается ей вот с таких же позиций. То есть она же является флагманом не только в Германии, но и на пространстве Евросоюза, вот этих самых американских идей по нанесению России стратегического поражения. Любой другой человек, который был бы маломальски образован, грамотен или профессионален, задумался бы о том, что она или он несет. Но я вам хочу сказать, знаете, вот сейчас же мы слышали много лет, а причем здесь нацизм, что вы такое придумаете, никакие они не фашисты. Я прошу прощения, тут недавно немецкие средства массовой информации опубликовали отрывок из ее, сейчас прошу прощения, но надо набрать воздуха в легкие, из ее Анны Леннабор-Бербак мемуаров. У нее уже есть мемуары. Представляете, два года в должности министра иностранных дел, до этого ничего существенного, в общем-то, не было, а уже мемуары, уже подготовлены. Но даже не это, ну это как бы, знаете, личное дело каждого, как себя оценивать. Ну пусть это будет так у нее. Но самое страшное, это другое, что в этом отрывке мемуаров, которые были опубликованы немецкими журналистами, содержится ее цитата о своем деде. Она пишет о том, что ее дед был бравым защитником Калининграда во времена Второй мировой войны. У вас вопросы еще есть? Бравым защитником Калининграда. Причем, нет, взял бы баллы пояснить, он его защищал не как Калининград. Нет, он защищал его и не как солдат Красной Армии, и не как представитель союзничьих сил. Он защищал Кёнигсберг. Он защищал их в рядах регулярных или нерегулярных соответствующих боевых подразделений Третьего Рейха. И как и это делала Христи Фридланд, которая являлась много лет министром иностранных дел Канады, сейчас вице-премьер правительства канадского, и та самая, которая притащила в том числе вот этого нацистского недобитка, величина СС в канадский парламент под пресс Зеленского, и стояла, аплодировала, так мало того, она сияла. Вот точно так же, как у Христи Фридланд. Дед был Михаила Хомяк, который издавал краковский вестник, краковские новости, и был нацистом, потому что этот журнал они отобрали у еврейской семьи, которую полностью отправив в концлагерь уничтожили, и дальше это издание, и весь издательский дом подчинили Третьему Рейхову, и там взывали к уничтожению других рас, которые не являются чисто арестскими. А он был его редактором. Вот он был редактором, он руководил всем процессом, и все документальные факты свидетельствуют о том, что он был, может, даже хуже всех тех, кто реализовал, потому что он идеологически все это подпитывал. И его внучка сейчас является идеологом русофобии в Канаде. Точно так же Анна Лена Бербок говорит с придыханием о Деде. Да, друзья, спасибо вам большое. Конечно, принимаем с благодарностью слово, просто не могли оторваться. С Марией Владимировной Захаровой, как видите, беседуем. У нас уже прозвучало тут несколько ярких определений. Во-первых, я не знал, что, оказывается, у Анны Лены Бербок есть мемуары. Вот они где-то на выходе. Если вы еще не написали, друзья, посмотрите, уж если у Анны Лены есть, ну что вы-то еще сидите тут. Нет, сейчас сидите перед экраном. Сейчас я еще раз процитирую, Мария Владимировна, значит, еще. Я задал вопрос острый. Мария Владимировна говорит, а как вы относитесь к этой перспективе, которую все та же министр ансредотдела Германии нам обрисовала, что, мол, Евросоюз от Лиссабона до Луганска. А Мария Владимировна говорит, вы знаете, это же говорит, я же дипломат, а вы мне про медицину вопросы. Не могу ответить. Два варианта ответа. У меня два. Первый, тот же, который мы с вами уже обсудили, просто полное непонимание того, что она говорит. Но то, что она не знает, что был план, я уверена в этом, что она не знает, что был реально хороший и, ну не знаю, стратегически одобренный всеми план, программа или мечта, но такая уже с практической отработкой по созданию единого пространства европейского, евразийского или европейского с участием, так сказать, всего евразийского континента от Лиссабона до Владивостока. Да, это формула я помню, конечно. Я думаю, что первый вариант, что она просто не знает, что такое было, и может быть она просто все перепутала, кто-то ей дал и так далее, что-то не то. Второй вариант, ну я не знаю, может быть, она считает, что мы в Европейский Союз вступаем, такое себе непредполагательное. Вообще интересно, вообще интересно, да. Потому что они к нам хотят. Причем вот мы вчера говорили на брифинге, на брифинге Министерства иностранных дел, просто дали историческую справку, она будет переведена на языки, на разные языки, в том числе на немецкие, о том вообще, что такое эти территории в исторической ретроспективе, сколько они всего перенесли, сколько было и нападений, и захватнических набегов, со стороны и Польши, и литовцев, еще раз говорю, не сейчас, не в 20 веке, а вот в историческом контексте. Ну хотя бы если человек рассуждает, будучи в должности министра иностранных дел Германии, на эти темы, хотя бы что-то нужно почитать. Ну вот еще раз говорю, у меня два ответа на этот вопрос. Ну нужно почитать, нужно было бы почитать, если есть задача классическая, там блюсти интересы, не знаю, налаживать взаимодействие и так далее, если задача какая-то другая, то никакой нужды ничего читать нет, потому что, так сказать, знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов. Какая разница, литовцы, фиговцы, есть, так сказать, идея, есть задача, установка. Она же повестка, да как угодно. Вот понимаете, эти же вещи все взаимосвязаны. И когда, я вот у многих тоже читаю, почему вы, нам говорят, почему вот вы в одну корзину все смешиваете? Либерализм западный, вот этот неонацизм, так сказать, их заточенность на гендеры, на многополье, да, на то, что там возле, это разные вещи. Многополье. Многополье. Прошу, пожалуйста, это копирайт. Копирайт. Многополье. Права, права. Хорошо, Мария Владимировна Захарова, многополе, а я хочу к своим однополчанам, мужчинам, то есть обратиться, дорогие мужики, ну и так далее. Ну, развитие темно, да. Я просто хочу сказать, нет, это не разные вещи. Это все из одной корзины. Объясню, в чем дело. Вот тот антинаучный подход, который они исповедуют по геополитическим темам, когда можно просто сказать, да, там, единое пространство от Лиссабона до Луганска, естественно, видимо, не предполагая, что Россия не член Европейского Союза, да, и не им вообще нас каким-то образом упоминать. Вот точно такой же антинаучный подход они исповедуют ко всему, что связано с Украиной. Они рассказывают про какую-то украинскую государственность многовековую, про то, как еще, там, при, там, чуть ли не первобытном строе, так сказать, Киев. Это у нас первобытный строй, а у них уже было... Да, вот точно такой же антинаучный подход они используют, когда придумывают гендеры. 80 гендеров, когда они заставляют детей, маленьких детей, выбирать пол не по первичным, простите, признакам половым, а просто потому, что кто-то из взрослых перед ними раскладывает картинки, и на основе какой-то социологии, совершенно антинаучной, предлагает родителям или ребенку провести операцию по смене пола и посадить на гермаркетинговую терапию. Да, Мария Владимировна, смотрите, тогда это довольно трагическое, то, что вы описали. Я имею в виду трагическую смысл, вы сказали, вот мы с вами обсуждаем, почему такая Анна Лена странная, почему еще там все странные. Потому что есть некий, так сказать, есть некий либеральный дискурс такой, который там из нужных мест направляется. И такие министры, как Анна Лена, она самая подходящая, так сказать, кандидат на то, чтобы воплощать эту историю либеральную. Но тогда, а люди-то, которые смотрят, по идее, вот я, то есть получается, нам придется сказать, что это все одна, так сказать, одна компания в культурном смысле. И Анна Лена Бербак ничем не отличается, получается так, от немцев, которые смотрят, кивают, говорят, да, слушайте, молодец, как хорошо. Это же не правда. Потому что немцы не имеют давно права голоса в Германии, вы что считаете, их кто-то спрашивает. Я можно приведу вам пример. Вот все шаги, которые были предприняты нынешним германским руководством, антироссийские санкции, абсолютное непонимание, что произошло с их же проектом, Северный поток 1 и 2, потому что это не только российский был проект, они же даже не понимают, что с ним произошло. А отказ от российского топлива, дешевого, качественного, стабильного, ведь это же все вещи, которые привели к кардинальному изменению экономической ситуации внутри самой Германии. Химическая промышленность разваливается. Шольц встречается с представителями отрасли, а химическая промышленность для Германии традиционно была флагманской. Пытаются в чем-то убедить, а тут нечего убеждать. Нет топлива, которое обеспечивало все это. Нет и отрасли. Они все перерегистрируются, они переходят в другие страны, они пытаются что-то найти. У меня вопрос, кто-то спрашивал немцев год назад, два года назад, пять лет назад, а как немцам-то самим это понравилось бы или кто-то давал такую программу? Ведь программа была совершенно другая. Нет. Когда приходил к власти Шольц, та же самая Анна-Лена Бербук, они же никому не говорили, что часть их программы отказ от дешевого топлива из России. Они тогда что говорили? Как же? У нас есть северный поток-1, северный поток-2, мы к Германию готовы обеспечить топливом, мы это, несмотря на идеологические расхождения с Москвой, мы действуем в интересах Германии, они говорили. Говорили. А сейчас? Вот смотрите. А сейчас, извините, я просто тоже процитирую еще раз Анну-Лену, она сказала, чтобы не думали мои избиратели, я знаю, что нужно делать. Именно так. Простите меня, где демократия? Ну да. Демократия это опора на мнение большинства, которое вообще-то спрашивает. По идее так. А теперь возвращаемся к ключевому, вокруг чего строятся наши, собственно говоря, противоречия. Ну, по крайней мере, внешние, не глубинные, а вот эти самые, как бы, вершины айсбергов. Они говорят, все, что вы делаете в контексте Украины, в контексте новых регионов, не имеет международной правовой основы и противоречия международному праву. Говорят нам запрямники. Мы говорим, подождите, если вы про международное право, у нас все на основе референдумов. Люди много лет хотели высказать свое мнение на этих территориях. И мы дали им возможность высказать. И когда эта возможность была им обеспечена, мало того, что она была обеспечена при наблюдении огромного количества международных наблюдателей, настоящих, не придуманных, а настоящих, и, кстати говоря, журналистов тоже, со всех континентов. Они высказали свое мнение. И это и есть основа демократии. Вот у меня вопрос. А кто-то немцев спрашивал по базовым. Вы как прекрасно понимаете, для немцев экономика стоит на первом месте. Я думаю, что не гуманитарная сфера, не какая-то еще. Абсолютно точно. Кто-то их спрашивал, никогда. А вообще тогда в этой либеральной диктатуре в Германии, в Европе, у них вообще свобода есть? Так вам же сказали. Она же сделала заявление, которое потрясло всех политологов мира. Она сказала, что вне зависимости от того, что думает избиратель, она будет действовать так, как она считает нужным. Вы понимаете, о чем идет речь? Так Канада, это же не просто некая либеральная система, которая обеспечивает права, свободу. Или заходит чуть дальше и ставит мнение меньшинства над мнением большинством. Хотя это уж не чуть дальше. Это крест на любом понятии демократии. От классического до современного. Это же реальная либеральная диктатура. Ведь то, что произошло в канадском парламенте, учитывая, что Канада подписалась под всеми документами, декларациями, заявлениями относительно Холокоста, увековечивания памяти жертв Холокоста. Для нас это Вторая мировая война Великой Отечественной. Герои и жертвы тех времен для них, ну вот они и так это называют, да, Холокост. Они же все это поставили на пьедестал и поклоняются этому много лет внешне. И они же приводят в парламент нациста, который никогда и не скрывал. То есть, получается, проговорились. Не то, чтобы это какая-то... А как вы с ними общаетесь? Вы же по долгу службы должны с ними общаться. А как? Мы просто друг друга даже понять. Катя, я расскажу вам историю. Она не является сенсацией, потому что мы ее уже рассказывали, но возможно вы не знаете. Возможно, она будет тоже интересна нашей с вами аудитории. Дело в том, что всю историю про Христиу Фридланд, про ее деда-нациста... И, кстати, очень важно, ведь вы поймите, и вы это понимаете, и мы с вами это понимаем. Ребенок может родиться в любой семье, тем более в внуке, в равнуке и так далее. Дети не выбирают семьи, в которых они появляются. Они, ну, так или иначе, если мы говорим о прямой юридической или прямой моральной ответственности, ну, в общем, не должны являться жертвами истории своих семей. Это дальше уже по мере развития они делают выбор этический, моральный в ту или иную сторону. Но вопрос-то именно в этом, что когда информация о том, что ее дед был нацистом и информационно-идеологически обслуживал Третий Рейх, и мало того, еще был просто трубадуром этих самых нацистских чисток, она ведь сказала, что гордится им. Она сначала отрицала информацию, свою историческую информацию, хотя она ее знала прекрасно, а потом она сказала, что она им гордится. Я вам о чем хотела сказать? Дело в том, что всю эту историю раскопал в архивах, вот эти все документы, российский дипломат, наш сотрудник, сотрудник нашего посольства в Канаде, за что был объявлен персоной Нонграды. Ну а как, слушай, а с другой стороны, ничего более логичного, ну а как? Так он же просто взял в архивах то, что он ничего не придумывал. Ну так мы же отвечаем на вопрос относительно, что есть демократия, что такое либеральная диктатура. Вот вам ответ на ваш вопрос, что есть демократия, когда, и что такое антинаучный подход, который лежит в основе и является обслуживающей частью этой самой либеральной диктатуры. Когда показывают документы, когда показывают нашивки СС Галичина, о каких тут еще доказательствах может идти речь? У них какая-то своя правда, мне просто интересно, у них совсем другое понятие правды. Так вы просите, на территории Канады, мы вчера об этом говорили на брифинге, огромное количество памятников, стелл, посвященных дивизии СС Галичина. Вот этот скандал с этим... Они там немножко переименовали, то ли Гунько, то ли Хунка, но я считаю, что Гунько... Этот скандал прокатился по всему миру и до сих пор не затихает, несмотря на то, что все западные либеральные демократии как воды в рот набрали. Что сказал Госдепартамент? Извините, мы были заняты Генеральной Ассамблеей ООН, мы не заметили. А раз мы не заметили тогда, то что комментировать сегодня? Они замечают Иран, они замечают Северную Корею, им есть дело до всего. Молдавия, что там еще, ну про Россию я вообще не говорю. Африканский континент, они знают досконально, что там происходит. А то, что происходит у их соседа, мало того соседа, их союзника ближайшего, и мало того, их соратника по всем блокам военно-политическим, где у них единая позиция, они не знают. А скажите, тогда нужно сделать какой-то вывод уже. Вот эта вся, так сказать, поза того, что да, мы, конечно, страшно осуждаем нацизм, но если копнуть, что Христи Фридланд как там ее, да, то что Гунько в парламенте и так далее. Что-то все время лезет и лезет такое все с неприятным запахом. Что из Европы, что из там Северной Америки и так далее. Тогда надо понять, то ли это они при всей своей ненависти, предположим, предположим, к нацизму искренней говорят, ну слушайте, другого инструмента против России у нас нет, а это еще хуже. То ли этой самой искренней внутренней ненависти ее просто тупо нету. Вот как это объяснить? Если бы они были, остаются нацистами, ничего не понимали. Ну вот я пытаюсь понять. Они в общем-то заявили о том, что Германия, ФРГ современная, идет по пути возрождения неонацизма. Мы привели огромное количество фактов. Ну это очевидно, понимаете? Ведь не порицание нацизма и оправдание нацизма, это первый, но очень серьезный камень в основе фундамента реинкарнации. Вот этой самой человеконенавистической логики. А думаете, прямо можно правильно сейчас так говорить, что они заново строят фундамент, ну просто теперь вместо евреев? Я вам хочу сказать, что в основе их мировоззрения лежит страшная идеологема. Они считают, я сейчас говорю о вот этой самой политической части Германии, которая как раз исповедует вот эту русофобию, что их стране, их народу больше не заштыкается. А, все? Да. А, в сфердавности прошел. Что они, не то, что они... Подождите, подождите, муточку. Как у нас, у нас есть прекрасная русская пословица, поговорка, повинную голову меч не сечет. О чем это говорит? О чем это говорит? О том, что действительно невозможно бесконечно, так сказать, обвинять, наказывать. И бесконечное, так сказать, напоминание о каких-то вещах, оно вообще ненужное, неэтично, неправильно, аморально, неэффективно даже. Здесь-то ключевое. Повинную голову. То есть в основе этого должно быть ощущение действительно истинного раскаяния. И вторая нам в помощь пословица и поговорка, кто старая помянет, тому глаз долой. Но ведь мало кто помнит ее продолжение. А кто забудет, тому два. Вот и все. Ну да. А они забыли. Они насильственно заставляют других забыть об этом. Это не вопрос покаяния, потому что это действительно новые поколения тех же самых немцев или тех самых коллаборационистов, которые уехали на Запад и в Латинскую Америку. А это дети, это внуки, это правнуки, которые сами лично не были в этом задействованы. Но это в первую очередь вопрос забвения и распространения логики забвения на всех остальных. А может быть, знаете, вот вы сказали... Поэтому и памятники сносят. Я понял. Да, конечно, наши. А те возводят. Есть вот в дополнение к этим двум поговоркам, могу привести такой фрагмент, анекдоты, да даже анекдоты о притче, когда два артиста проходят мимо театра, где когда-то служили пожилые, 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 старенькие. С второго этажа там слышно, у нас, говорят, звон бокалов, женский смех. Они такого, видишь, не зовут нас, говорят, больше на вечеринке. Он говорит, забыли. Он говорит, нет, помнят. Иначе в чем дело. Давайте добавим еще. Да, давайте. Помнят. Помнят. И боятся, что мы помним. Вот, а мы-то помним. А мы не забыли, так мы боремся за это. Да, мы на какое-то время забыли. Ведь нас, абсолютно точно, нас насильственно, по-разному, гибридно, косвенно, мягкой силой пытались приучить к забвению. Я прошу прощения, но я напомню, потому что я всегда это напоминаю. Ведь нам же рассказывали, что и парады на Красной площади... Ой, милитаризм, милитаризм. Нет, это уже потом было, это уже 2000-е. И Победобесии, помните, они придумали это слово? Ну и это было потом, это вторичная история. Первичная, нам же что говорили? Что? Хотите, чтобы иностранные гости приезжали? Перенесите парады Победы с Красной площади в другое место. И ведь они, Катя, проходили... Ну конечно, потому что Красная площадь, символическое место, конечно, раздрёма. Потому что тем, кто должен был приехать из высоких гостей, было не очень удобно на Красной площади. Ну неприятно. Да, неприятно. Да, вот эта замечательная фраза. Да. Да, неприятно. Да, понимаете? Да. Нам же эту логику подбрасывали. Откажитесь от всего. Мы пару раз прогибались. Чуть ли не нас спросили, кажется, нам все время говорили, что они... Все 90-е годы этим мы занимались. Вот эти святые 90-е, помните? Я вам расскажу. Я только поступила в МГИМО, это был 93-й год. Ну вы представляете, слом всего, слом систем, слом... Была там до этого политэкономия, мы уже учили макроэкономию и так далее. То есть всё меняется. И вдруг под сурдинку вот этих изменений вбрасываются, начинали вбрасываться какие-то учебные пособия. Вот, например, мы получаем не то чтобы список рекомендованной литературы, официально утверждённой, ну а так как бы для кругозора. Среди них Суворов. Вроде фамилия. 93-й год. Подождите. А, тут Суворов. Идката Высиджа знаете. И Анатолий знает, да? Это мы сейчас с вами знаем, что никакой он не Суворов, а он Резун. Конечно. А тогда-то, для чего это было сделано? Кто такой Суворов? Это перебежчик. Это человек, который, как говорят дипломаты или спецслужбы, ушёл. То есть был завербован. Да, Резун. Он был завербован британскими спецслужбами и ушёл из одной из точек на территории Западной Европы. Когда он ушёл, когда его британские спецслужбы там у себя приняли, они его запустили в свои архивы, выдали ему соответствующие допуски. И дальше он несколько лет готовился. Резун не сам готовил, а его готовили для того, чтобы конвертировать в наше информационное пространство в начале 90-х, как проект. Были написаны книги с яркими, очень сочными, очень такими, знаете, манкими названиями. Ледокол, аквариум. Это написано было вполне, так сказать, удобочитаемо. Его фамилия, я прошу прощения, конечно, есть понятие псевдонима. Есть понятие там всё. Но ведь это же тоже очень такой хитрый и очень подлый приём. То есть взять для нашего человека буквально святое имя, понятное, близкое и военным, и гражданским детям. Потому что этот образ же Суворова, ну, конечно, особенно тогда Суворов, Суворов, начальник, да? Суворов, это канды, отчасти же, да? Конечно, то есть это то, что ещё перешло из советских времён и не подвергалось никаким сомнениям в перестройку и после перестройки. То есть из перебежчика британские спецслужбы делают автора-историка, берём это, конечно, в кавычки, Резуна, которому дают фамилию новую Суворов и подкидывают эти самые как бы исторические его изыскания в качестве учебной литературы в вузы. Слушай, да все 90-е же страшно популярно было. А что такое ледоков? О чём это? Ведь это же первая страшная, подлая, я не могу сказать книга, ну, по форме книга, да? Но агитка вот таких а-ля власовских, так сказать, контуров, в которой говорилось о том, что не было никакого противостояния фашизма и мира, а было противостояние двух систем. Ну, типа Сталин против Гитлера. Конечно. Только так. Конечно. Ну, да. А все остальные стали жертвами. Ну, кстати, это известно тебе, что все 90-е годы нас... Она до сих пор жива, конечно. Да, у нас же, конечно, мы в этой параде... И нас, через эти книги, нас пытались, первое, заставить поверить, то, что всё, что связано с Великой Отечественной и Второй мировой, написано нашей историографией. Это неправильно. Мало того, нас намеренно обманывали. Второй момент, навязать чувство вины просто всем народам, всей нацией, всей страной. Третье, это вообще самое ужасное, отказаться от собственных ветеранов. Придать забвению всё, что с ними связано. Деморализировать их. Вы же прекрасно помните. Ну, я помню по-своему дедушке. Я помню. Ведь... Что... Какая была помощь, забота. О чём мы говорим? Это сейчас. Последние десятилетия, когда мы отдаём долги перед ними. Мы должны-то им дважды. Мы должны им за те годы, за годы Великой Отечественной... И за конец 80-х и 90-х. Не только за 90-х, за конец 80-х. Не, всё началось с конца 80-х. За все эти подмётные статьи. За все эти разрушенные... Должны. ...разрушенную историю. За навязанные мифологемы. За то, что нам рассказывали, что советский солдат... Как говорили западники, это солдат чуть ли не насильник. Это не чуть ли, а... Я в Нью-Йорке работала, приходили люди, которые представлялись как журналисты, историки. И говорили, что вы обязаны покаяться. Я говорю, за что? За то, что ваши солдаты... И вот точно так же, как и со специальной военной операцией. Вы помните эту женщину, как её звали, уполномоченной по правам человека на Украине? Данилова, по-моему. Денисова. Денисова, извините. Извините, вы же помните, как она рассказывала о том, что якобы российские солдаты насиловали чуть ли не детей. Это же вообще мракобилие. А потом, что она сказала? Она же сказала, что она всё это придумала для того, чтобы обратить внимание всех этих... Да, да, чтобы обратить внимание на творящиеся ужасы. Аналенов, Бербок и Листрас, Шольцев и так далее, Боррелли и Мурсул, фон дер Ляйн, чтобы они дали ещё больше денег. Абсолютно. Вот вам, вот вам, что... Ну, вообще, потому что вы говорите, что происходит. Ну, то есть от нас не отстанутся, какие последовательные. От Резуна, как там, до наших дней, смотрите, а политика та же. Стратегия та же. Вот я ещё один пример приведу. Сейчас, извините, я просто хотел, то, с чего мы начали, да, там, ослабевает, поддержка не ослабевает, деньги, не деньги, секвестр бежит. То есть от нас не отстанут пока что. А вот просто без пока что уберите. И нужно понять, что их ненависть, она объясняется тем, что они никак не могут понять, почему у нас такая большая страна. Почему у нас есть все ресурсы, нефть, газ, вся таблица Менделеева. Что у нас, именно в нашей стране, есть самый большой естественный резервуар питьевой воды в виде озера Байкал. Что у нас есть леса, поля. И что при этом мы являемся мирными людьми, которые справедливо делятся всем этим со всем остальным миром. И что мы воспеваем настоящую свободу, а не ту фальшивую, которая всем подбрасывается в виде свободы зла. Что мы отстаиваем правду. Что мы за историческую правду. Вот эта ненависть глубинная, которую они исповедуют многие годы, столетия. Они считают несправедливым, что нам все... Конечно, так это основа колониализма. Подождите, это основа имперского их колониального мышления. Они приходили на другие континенты, порабощали людей, торговали людьми, забирали все ресурсы. А мы, страна, которая обладала ресурсами, говорили о том, что колониализм, работорговля, это позорное явление. Помогали в 20 веке не только освобождать мир от этого нацизма и фашизма, но еще помогали странам проходить процесс деколонизации. Давали эти ресурсы по справедливой цене и никогда не навязывали свою идеологию. А предлагали мирное существование. Вы что считаете? За что же нас любить? Я вам хочу пример еще один привести. Очень важный. Вот чтобы просто вдруг что-то скажет сейчас. Ну вы знаете, это ваше теоретическое изыскание. Ну не может же быть такого. Не может быть до такого уровня. Вот 4, примерно 4-5 дней назад, госсекретарь США Блинкин, который, насколько я помню, происходит из Одесской семьи. Ну да, да, он там рассказывает. Израильским изданием буквально неделю назад был признан одним из самых влиятельных евреев мира и так далее. То есть человек, который должен знать историю своего народа, холокости, ужасы, которые творили нацисты и фашисты. Вы знаете, что он заявил? Что? Он заявил о том, что Советский Союз скрывал историю и правду про Бабий Яр. А, я слышал. Я не верил. Я не поверил. Я вот точно так же, как очень многие говорят, нет, ну подождите, ну такого не может быть. Вот это были мои слова, правда, самой себе. Я сказала, нет, надо... Я позвонила коллегам, говорю, давайте проверим. Ну возможно, возможно это опечатка, возможно они сейчас это уберут. Этого не может быть. Почему не может быть? Еще война не закончилась. Еще только шел 45-й год, как уже был принят внутренний законодательный акт Советского Союза об увековечивании памяти о той страшной трагедии. Трагедии Бабия Яра, да-да. Это было в 45-м, да. У нас были разные времена, и у нас разные были идеологемы, но конец 40-х, 50-е, 60-е, 70-е и дальше, вот в каждую эпоху, вне зависимости от обстоятельств, история про Бабий Яр была... Всегда. Всегда она увековечена памятники, мемориалы, художественных произведениях, стихи, проза, фильмы художественные, документальные. Ну ведь госсекретарь США насказал это на весь мир, что Советский Союз скрывал якобы правду. Так в том-то есть смысл, что... Он думает, как в ледоколе, а-ля этот визу. Он выступает очень эффективно и очень технологично, потому что мы это знаем. Вот вы понимаете, в чем дело, мы же опять, помните, когда начали изучать, в том числе и в вузах, да и, в общем, широкая общественность, того же самого... Ну, кто-то изучал, у нас было очень много западной литературы в институте, кто-то просто читал того же самого Оруэлла, его бессмертное произведение. Да, 1984 или 1984, по-разному называют. Мы же были абсолютно убеждены, потому что нам эту информацию как бы подбрасывали, что Оруэлл, западный мыслитель, философ, он же не просто довелист или, так сказать, человек писателя от литературы, а он философ. Что это был его взгляд на Советский Союз и его проекция на будущее коммунистической системы, социалистической системы. И там, так сказать... Так наоборот же все. Это вы сейчас знаете, Екатерина, что наоборот. А вы понимаете, что целые поколения, и не одно, а как минимум два поколения, конкретно в нашей стране, выросли с идеей и с мыслью, и абсолютной уверенностью в том, что Оруэлл написал это про нас. Про нас? Ну конечно. Нет, так все в этом нужно. Ведь он же на самом деле описал как раз конечную точку или предконечную точку вот этих самых либеральных демократий. Но нам-то преподносили это по-другому. Вот и все. Как они говорят еще, это тоже кто-то же сказал, фантастическое, господи, напомните мне, что есть ген свободы, что есть страны. Да-да-да, а что у нас... Кто это сказал-то? Ну да, ген свободы, а у нас... А мы русские рабы, конечно. Да-да-да, это дело книжки писали на эту тему. Это же фантастика, это тоже кто-то из их официальных лиц вот буквально на днях сказал, что мы просто... Не обладаем геном свободы, да. Может быть вы посмотрите. Ребята, найдите, пожалуйста, кто там сказал про наше рабство. Вот из прямо официальных лиц. Так я прошу прощения, именно это являлось основой нацизма и фашизма, когда доказывали, так сказать, идеологи Третьего Рейха, что определенные расы не могут быть равными их, так сказать, чистокровным арийцам, ровно потому что они не знают, что такое свобода. Да, они рабы априори по крови, они не знают, что такое свобода. Так что они говорили, план по уничтожению славянского населения о чем говорил? Что либо славян, восточно-славян, ну мы туда же и попадаем, собственно, нужно переделать в обслуживающий персонал на оккупированных им территориях. Но так как мы недоразвитые, говорили, так сказать, идеологи Третьего Рейха, то вряд ли можно всех будет сделать обслуживающим персоналом. Так много и не надо, потому что нас надо будет же кормить, поить, там что такое, и на обучение деньги должны уйти, поэтому нас надо просто будет уничтожить. Это прописано. Так они же к этому возвращаются. Вот рациональные люди все-таки. Они же к этому возвращаются. По плану идут и идут. Мы просто им мешаем. Мы мешаем, потому что мы не даем разворовать или переподчинить наши ресурсы. Извините, а это ощущение внутреннее, понятно, что оно там было раньше неприлично его высказывать и выказывать, оно с 45-го года таким и было. Получается, они все это время, пока это было почему-то для мира неприлично, так сказать, вслух произносить, они его прятали и так далее. А тут такое время наступило веселое, когда можно. То есть получается, сейчас, когда закончатся специальные военные операции, когда закончится большущий этот огромный кризис, когда мир наконец обретет новые очертания, вот многополярности и всего прочего. Они же опять, ну то есть понимают, что они физически никуда не исчезнут. Есть проклятие географии там и все прочее. Они же опять будут внутри себе это копить. Замолчат на время. Можно я анекдот расскажу? Да, конечно. Рассказала его Ирада Зейналова, и мне показалось, он просто прекрасно. Знаете, когда... Ну, анекдот, еще раз, чтобы нас не обвинили. Это неофициальное заявление, это анекдот. Да, когда Эйнштейн умирает, попадает на небеса и говорит, господи, я хочу увидеть формулу мироздания. Я столько бился, вот теорет насильности, ну вот чего-то не хватает. Ну покажи мне эту формулу. Ему открывается вот этот занавес, и там многокилометровая формула всего нашего, так сказать... Бытия. Бытия, да, точно. И он ее читает, 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 поворачивается и говорит, так вот здесь же ошибка, здесь еще вот здесь. Господь ему отвечает, да. В этом есть смысл? Да. Класс. Мы несовершенные, мы живем, выбирая между добром и злом. И в этом суть, многие философы ее так видят, в свободе человека, в свободе выбора. Выбор у нас сегодня есть у христиан. Добра и зла. И таким образом совершенствование себя. Поэтому то, о чем вы говорите, не закончится никогда, как не заканчивается зло. И задача человека не побеждать зло, как само по себе явление, а побеждать зло в себе. И выбрать добро. Как поется в одной песне, собственно, о чем сейчас говорил Мария Владимировна, как я это понял. Помните, именно он, ну там про миг был, пелась, называется жизнь. Да. Собственно, эта вот история, это противостояние, это взаимодействие, это и есть, собственно, жизнь. Поэтому, да, снимаю вопрос, он довольно глупый оказался, да, насчет того, что вот от нас не отстанут. Или отстанут, а что нам сделать, чтобы отстали? Нет, в этом и смысл. Конечно, не отстанут. И мы останемся прежними в этом смысле. Будем таким образом, так сказать, вот так вот взаимодействовать. Мария Владимировна, так, мы сейчас будем тепло прощаться с нашими зрителями Первого канала. Вот, а, так сказать, зрители нашего стрима Народного фронта окажутся в положении, так сказать, элитном. Мы продолжим немножечко нашу беседу. Друзья, спасибо большое за внимание. Спасибо. До скорой встречи в эфире. Реклама на Первом канале. Мы продолжаем, мы остаемся в стриме. У меня есть несколько вопросов, Маша. И меня, ну давай. Давай, ты, пожалуйста. По плату можно? Вы тоже как-нибудь процитируете мой телеграм-канал. Давайте, конечно, давайте его выведем даже на экран. Мы сейчас в стриме, мы сейчас работаем, давайте. Потому что у меня есть пост про вот эту несвободу. Мария Захарова. Да, называется Мария Владимировна. Ну, Мария Захарова, телеграм-канал. А сейчас нам прям выведу, да, да, да. Ребята, а вы видите, знаете, что на экране выведите. Ну, и вообще пару раз сделаете, ладно? Не, мамаша, мы остаемся. Подождите, мы еще 15 минут, мы со зрителями Народного фронта. Ребята, а вы найдите, пожалуйста, телеграм-канал Марии Владимировны и дайте нам строчек, ладно? Я просто только вот хотела, так правильно Мария Владимировна рассказала про свободу на самом деле, что в нашем христианском мире все время мы выбираем между добром, злом, между там, там, да, у нас все время есть свобода. А они, смотрите, как сделали, они заместили эту свободу на псевдо-свободу. Выбирай пол. А это псевдо-свобода. Нет, так они и говорят о том, что нужно просто принять вот это зло, как есть, и ему не сопротивляться. А чтобы человек не сопротивлялся и думал, что у него хоть какая-то свобода есть, ну вот тебе такой вот кусочек, выбирай пол, бред какой-то. Ну, например, да, именно так. В общем, кстати, рисунок что-то внезапно тут сказал удивительный. Смеху? Нет, наоборот, он сказал, говорит, все это бред собачий. Ну, типа, есть мужчина, есть женщина, и в зал взорвался аплодисмент. И вот дожили, понимаешь? А ведь я сильно сказал мужик. У меня несколько вопросов, Мария Владимировна. Просто вот несколько таких было синичных заявлений, причем они сначала прозвучали действительно так довольно ярко и остро. А мы в эфире, мы продавали. Да, мы в эфире. Да, у нас в эфире остается. Вот, значит, кто-то сказал, по-моему, Линдси Грэм, типа, говорит, ребят, слушайте, вот что вы, это самое, дешевое, денег немного, русских убивают и там убиваются. Ну, что вы выпендриваетесь, молодость, прекрасно. Теперь, значит, министр обороны Нидерландов тоже сам примерно говорит, ребят, это одно из самых дешевых, так сказать, способов завалить Россию. Звучит все, конечно, дико и ужасно, цинично, но сейчас речь не о цинизме, не о морали, а о том, что вот эта иллюзия дешевизны. Иллюзия бесплатности, ну, она же, не знаю, она может и даже безусловно и неизбежно сыграет такую довольно трагическую шутку, я предполагаю, со всеми это говорящими. Как считаете, или пока они умеют печатать деньги, они это и будут, у них будет все равно эта иллюзия дешевизны, и они будут этим заниматься. Просто, смотрите, дико звучит, но они же это произносят вслух, вообще не стесняясь. Это же тоже часть нашего бытия, что человечество все равно каждый раз проходит какой-то путь, который уже проходило. Уже все проходили, уже обмен золота на зеркальце зафиксирован и бусики. Но бусики тоже бывают разные, это уже прям совсем были, знаете, из стекляшечек бусики. Он же зафиксирован уже в учебниках. Просто теперь-то задача в чем? Вот казалось бы, да, но если это все в исторической литературе, если это все описано, Ну как же, человечество, значит, эту ошибку не будет совершать? Так в этом и суть привести людей, которые не читали, не знают, которые, в культуре которых нету понятия образования фундаментального. Вот и британское образование. Вот вам и все. Поэтому нужно сделать так, чтобы люди перестали читать. Хватит вам 140 знаков в Твиттере, да, запрещенном. Кстати, да. А теперь его, кстати говоря, уже и нет. Твиттер это все. Теперь там вот это вот. Теперь, да, крест на нем поставили, сами же американцы. Понимаете, 140 клиповое сознание, видео, рассчитанное на 20, 30, 40 секунд. То есть эмоциональный интеллект. Раньше как было? Интеллект, что такое? Знание и умение найти информацию. И что такое высшее образование? Тебя за три года, за четыре года невозможно научить всему. Но тебе прививают навык самообразования. То есть тебе дают базовые знания и прививают навык самообразования. Чтение, работа с документами, так сказать, умение анализировать. Зачем? А ведь так и есть. Слушайте, теперь тебе все дадим. Теперь публицист это тот, кто написал в Твиттере пару постов, а то и тренд. Это пять постов. Так вы же видите, этой массой человеческой с точки зрения Запада очень удобно управлять. Один и тот же человек является специалистом по ковиду, по ситуации на Украине. Он прекрасно ориентируется во всем, что происходит с зерном на африканском континенте. А уж когда речь заходит о валютных колебаниях, ему цены нет. Понимаете? Один и тот же человек. Мало того, ничтоже сумняшись. У него нет вообще никаких вводных, типа, это мое мнение, мне так кажется. Вы знаете, прочитал вот это, но есть и другая точка зрения. Вы же видите, абсолютно безапелляционная история. Отсюда и понятие, вышедшее на первый план, эмоционального интеллекта. Вот то, о чем мы говорим. Раньше интеллект. Человек, который, зная теоретически, еще как бы в прикладном плане как-то это все использует. Теперь что? Просто сила убеждения. Какая разница, что вы цитируете. Неважно, есть ли это документы. Главное, как это преподнести. Поэтому рекрутирование на Западе звезд и создание, кстати говоря, этих звезд, что без... Вышла какая-то звезда или какой-то там человек, мужчина, женщина или оно. Теперь это уже, как это называется, небинарно-биполярное нечто. Многополитное. Да, зовите меня, вы там, да, причем зовите нас, как-то во множественном числе. Какое-то безумие. Да, потряс там какими-то частями тела, что-то какие-то шарики, бусики показал. И сказал, да, кстати, нужно деньги еще Зеленскому отправить. И все, значит, побежали. Все, что под этим стоит, какое там нутро у этого режима, какие-то документы. Потом вдруг раз, галичина СС, неправедственная организация, которая преследует нацистов, сказала, ой, все обалдели. А то, что, извините меня, последние 20 лет они носятся с этими ССовцами в Канаде, в Штатах и в других странах натовского блока, что это никто не видел, только мы, что ли, видели? У нас доклады каждый год выходят, но это же читать надо. Ну, да, это скучище. Извините, а это как началось? Я же первый раз, когда это увидела, я не поверила своим глазам, тоже это примерно было середина 90-х. Кто-то из соседних ребят учился на тот момент в средней школе. И что-то такое там, что задан, да нам надо за лето там Войну и мир прочитать. Я говорю, вот это да, это сейчас такое погружение, это же надо много. Почему много? И мне кидают две тетрадки. Вот эти были по 48 листов тетрадки, вот только тоньше две. Том-1, том-2. То есть две тетрадки, там по 20-30. А, пересказ, что ли, решили? Да, адаптированная версия. Адаптированная версия. Я верю, что для, допустим, школьника в другой стране, который примерно должен понимать, что такое война и мир, ну, извините, у нас там есть, я не знаю, списки литературы, зубежной литературы. И здорово, если ребенок в школе будет примерно понимать, что такое, ну, я не знаю, ну, какое-то сложное произведение, там, китайское, например, сон в красным тереме. Потому что для китайской культуры это столповое произведение. Оно очень сложное. Я понял. Оно очень большое и очень трудное с точки зрения восприятия. Могу понять, адаптированная для российского читателя общее представление. А дальше, если ты захочешь, ты продолжишь. Но для российских школьников адаптированная война и мир 2 по 20, вы умеете простить. Спасибо, что не в виде комиксов, а то вот там... Это тоже уже почти. Я как мама школьников вам скажу, что у них все время 2 плюс 2 и 3 варианта ответа. И мой ребенок спрашивает, а можно я дам свой вариант? Свой вариант? Нет, мы тебя в рамочки заводим. Друзья, знаете, что... Сейчас, мне кажется, вот знаете, буквально на днях разговаривали тоже с одним очень интересным, умным человеком, с широким кругозором. И вот все-таки я вернусь к тому, о чем мы сегодня с вами говорили. У нас сейчас есть выбор. Это очень важно. Можно так, можно по-другому. Нас не загнали полностью в шаблоны. Да, есть вот то, о чем вы говорите, вариативность при принятии решения в рамках школы. Но вы же можете и читать. Вам никто не говорит о том, что этого делать нельзя. Вы понимаете, что такое либеральная диктатура? Когда ребенок приходит в школу, ему дают 8 карточек и говорят, там, выбери свой пол. Ребенок говорит, ты я уже выбрал. Говорит, так, минуточку. Что у тебя за семья такая? Что ты к первому классу знаешь, кто ты мальчик или девочек? Ты вообще кто? Мракобес. Накал его, тащительный костер. Понимаете, а когда он говорит, вообще-то меня зовут Джон, мама называет меня сыном, а папа, значит, учит меня водить трактор. Ему говорят, родители в школу, вы являетесь доминирующими в воспитании ребенка какими-то там субъектами, которые меняют его мировоззрение. Все, и когда в течение года несколько раз проходит, у нас как есть там дни самоуправления, в некоторых школах там, да, меняются местами, дети учителя, учителя дети и так далее. А там что? Это же тоже меня поражает, как многие это отрицают. Ну что это отрицать? Ну это же так, дни, когда дети меняются полами. Господи, Максим, чтобы меняться. У меня знакомые, знакомые. Не правда, что ли? Вы что, не знаешь, что ли? Нет, я слышал про многополие, я думал, что я все знаю про этот безумие. В школе меняются полами. Минуточку, подождите. Много лет, уже 10 лет, как минимум. Только то, что я знаю из примеров моих знакомых, которые живут в Штатах. Когда есть день, и он не один раз в году, девочки должны прийти одетыми, как мальчики, а мальчики должны прийти одетыми, как девочки. Ну это полбеды. Ну всякие же костюмеры. И сказать в конце эфира, ну я пошла. Нет, ерунда. Ерунда, Соль, ерунда все. Они должны ходить в туалеты, противоположных вот этих, да. Они должны обращаться друг к другу соответствующим образом. То есть они должны вести себя как противоположный пол или там бесполая там, или многополие. Многополие. Многополие школьные. Друзья, нам надо прощаться, к сожалению. Я вам скажу. А ты знаешь, что делали мои знакомые? Что? Они каждый раз придумали под страхом быть, ладно, вызванным в школу, быть поставленными на учет. На учет, как, значит, несоответствующие родители. И каждый раз придумали, то у них бабушка болеет, то у них там мама, значит, в командировку поехала. Чтобы ребенка не пускать вот в это. Я понял. Это многополие. Друзья, смотрите, а природа все равно победит. Потому что приходят девочки, переодетые в мальчиках, да, в туалет, а там писсуар. А! Извините. Так а, и что? А вы что считаете? А либеральную депутатуру это ограничивать, что ли? Нет, либеральную депутатуру это ограничивать, что ли? А я вас умоляю. Безумие. Вот такое время, Мария Владимировна. Спасибо огромное. Спасибо вам огромное. Обалденно поговорили. Надеюсь, не последний раз. Красный, да. Спасибо. Всегда ждем у нас здесь в эфире. Спасибо огромное.